90 миллионов рублей задекларировал за прошлый год первый замглавы коллегии военно-промышленной комиссии. А вот доход главы комиссионного суда за 2018 увеличился на 400 тысяч, написал коммерсант. Об этом, а также наличие другого имущества судей КАЭС и сотрудников аппарата Кабмина, стало известно из налоговых деклараций за минувший год. Подробности Доход первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова в полсотни миллионов рублей самый большой среди сотрудников аппарата правительства. Кроме этого, в собственности его семьи два земельных участка, дом, три квартиры, два машины-места, а также автомобиль Гриндваген. Однако самые дорогие автомобили из сотрудников Белого дома задекларировал глава департамента проектной деятельности Дмитрий Некрасов, Бентли Континенталь и Майбах. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов заработал в 2018 году более 13 миллионов рублей. Полпредправительство высших судах Михаил Борщевский получил почти 22,5 миллиона. Его собственности также 20 участков земли, половина из которых в Латвии. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заработал в прошлом году более 13 миллионов рублей. И к уже ранее имеющимся в его собственности квартире и двум гаражам прибавился земельный участок в 2500 квадратных метров и нежилое строение в 200 квадратов. Дочь Зорькина и одновременно советник Конституционного суда Наталья Зорькина заработала в 2018 году более 7 миллионов рублей. Собственной недвижимости у нее нет, так как год назад она продала свою квартиру и сейчас живет в квартире отца. Другой советник КС Мария Федорова задекларировала 8,5 миллионов рублей, причем почти 5,5 миллионов из них – субсидии, полученные на приобретение квартиры. Заместители главы Конституционного суда Ольга Хохрякова и Лариса Красавчикова в 2018-м заработали больше 12 и 11 миллионов рублей соответственно и обе купили по второй квартире. Газета «Коммерциалы» отмечает, что служебные коттеджи в Санкт-Петербурге, дачи, а также квартиры в служебном доме сотрудников аппарата правительства в декларациях не указываются. Региональные депутаты обнародовали данные о своих доходах за прошлый год. 60 парламентариев, по данным РБК, получают доходы ниже прожиточного минимума. При этом 11 человек задекларировали нулевой уровень, что означает, что они безработные и живут либо на накоплении, либо за чужой счет. Среди них трое представителей парламента Северной Осетии Алании, а также депутаты из Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей. Журналисты из Северной Осетии Заур Фарниев считают, что переживать за регионалов не стоит. Когда формируются списки перед выборами, то там, естественно, указывается место работы депутатов. И довольно часто в графе места работы бывает указано, что человек безработный. Официально показать на свои доходы не может, я, конечно, не настаиваю, но мне кажется, что все-таки они у них есть. Потому что там и машины задекларированы, бывают какие-то дома и какие-то помещения, складские или не складские, жилые, не жилые. А вот по поводу денег, по поводу дохода этого нет. Это как про того суслика. Ты суслика видишь? Нет, а он есть. Я бы, честно говоря, не очень переживал за наших депутатов. На самом деле я знаю, что в Северной Осетии есть люди, которые действительно имеют очень небольшой доход, но при этом они как-то вот работают. А вот люди, которые вообще ничего не имеют, это нормально, такого быть не может. На наш взгляд, почему именно из Осетии? Потому что в Осетии самые честные, самые неподкупные депутаты, которые живут чаяними народа, им все равно совершенно до собственных доходов. Формирование списков депутатов на последних парламентских выборах, оно проходило очень диктаторскими методами. То есть там не было ни одного человека, который не был бы утвержден главой республики, может даже лично где-то. Все вопросы к людям, которые списки формировали. Почему там много безработных? Заур Фарниев. Еще 49 парламентариев, судя по декларациям, жили в 18-м за чертой бедности. Это наше счет больше, чем годом ранее. Среди них 11 дагестанских парламентариев и 10 депутатов из той же Северной Осетии, которые представители Акасии. Депутат Заксобрания Мурской области от ЛДПР Сергей Труша задекларировал годовой доход 3 копейки и объяснил нам почему. В моем случае у меня есть ИП, которое является моим источником дохода. А по этому ИП у меня никаких движений нет вообще. Но я работал разнорабочим. Где мебель собирал, где настройки там поберите, покажите. Ну как дизайнер и как консультант работал. Заработки не перебиваюсь. Это уже я как самозанятая категория. И поскольку я являюсь как вольный наемный, фактически платит мой наниматель мои налоги. А сумму я все показал. Сергей Труш, а в России узнать сколько на самом деле заработал чиновник из правительства, региональная администрация, депутат и вообще человек из власти нереально, считает доцент финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко. В регионах Северного Кавказа там в общем и целом достаточно большой теневой так называемый сектор экономики. И был, и есть. Да и в целом это крайне негативный момент, что уровень реальных доходов в госсекторе, он вообще не отражается в официальных документах. Но это тенденция повсеместная. Почему так получилось именно в этих регионах, я не думаю, что там действительно ситуация радикально отличается. Оксана Гончаренко, нулевая декларация настораживает и может быть причиной решения мандата, полагает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий. Ежегодно все депутаты должны соответствующие декларации сдавать. В комиссии депутатских эти декларации анализируются. Если находятся нарушения, то возникает ответственность. Вплоть до лишения депутатских полномочий. Депутаты, безусловно, должны крайне щепетильно относиться к декларированию своих доходов, потому что избиратели за этим очень и очень внимательно следят. И очень не любят, когда возникают какие-то неадекватные ситуации, в том числе и вот такие нулевые декларации, когда депутат, получается, летается чистым воздухом, и его источники существования для избирателей все непрозрачны. Алексей Линецкий. По закону региональные депутаты зарплаты за работу народными избранниками не получают. Они трудятся в парламенте на общественных началах, исключение спикера и главы комитетов. Кстати, первую строчку рейтинга богатейших региональных депутатов занял меспромышленник Павел Антов. 10 миллиардов рублей за год. Он глава комитета по аграрной политике Владимирского ЗАГС Собрания. В парламенте Челябинской области глава комитета по экологии и природопользованию, миллиардер золотодобытчик Константин Струков, 4,5 миллиарда рублей дохода. Он на втором месте рейтинга. Третье место у кондитера Сергея Гусева, зампреда комитета Белгородской облдумы по экономике. Он заработал в прошлом году около 3 миллиардов. Всего среди региональных депутатов РБК обнаружил 6 рублевых миллиардов.